Что такое электромобили? Что они из себя представляют? Мы поговорим с человеком, который в этом разбирается. Александр Кукса у нас в студии. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, человек, который, во-первых, эколог, разбирается в тематике электромобилей. И, собственно, первый вопрос, Александр. Смотрите, электромобили — это вообще фикция. То есть, может быть, это всего лишь какой-то пиар-проект? Ведь электричество тоже производится из той же самой нефти, углеводородов, газа. Ну, на самом деле, электромобили, в принципе, существуют. И даже в 20 веке была достаточно активная борьба между автомобилями с электродвигателями и с бензиновыми двигателями, в том числе и по максимальной скорости. И достаточно долго, на самом деле, пальму первенства держали электромобили. Но понятное дело, что если мы считаем в рублях экономию от электромобилей, сравнивая с бензинами или даже с дизельными двигателями, экономия получается экономной. То есть, действительно, да, там километр пробега стоит меньше. Но стоит учитывать, что для производства этой электроэнергии тоже сжигаются углеводороды, сжигается уголь, и, соответственно, все это выбрасывает в атмосферный воздух. Но тут получается такая стратегия, как смету-ка я мусор со своего участка к соседу на участок, а вось он не заметит. И если у нас бензинный двигатель честно дает выбросы нам же, по сути, в органы дыхания, то где там работает эта электростанция, с которой мы, грубо говоря, заправились, мы даже и не знаем. И наверняка кто-то из слушателей сейчас скажет, ой, а как же так, у нас же есть гидроэлектростанции, атомные электростанции и так далее, вот у них же нет никаких выбросов в атмосферный воздух, они же там гораздо, да, чище энергия. Но на самом деле, если посмотреть даже статистику и процентаж, вот я взял, например, даже на АБУМ, за 2010 год на тепловые электростанции приходится 67% всей электроэнергии в России. То есть это все сопровождается обильными выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ. И оставшиеся 33% это как раз-таки другие альтернативные источники. Ну, там атомные станции, понятно. Вы сказали, что километр пробега на электромобиле стоит дешевле. Я посчитал перед эфиром, сколько стоит километр пробега на Тесле. Ну, то есть, ну, Тесла, это, понятно, уже известный опробованный электромобиль. Так вот, 35 копеек, что в 10 раз меньше, чем типичные бензиновые автомобили, которые ездят 10 литров. То есть там 3,5 рубля получается по бензину. Автопятница продолжается. У нас в гостях Александр Кукса, технический директор независимой экологической экспертизы. Мы разговариваем об электромобилях. Ну, видим, что очень многие люди рассматривают для себя этот вариант. Может быть, кстати, просто надоели двигатели внутреннего сгорания, а может быть, километр пробега вот так вот людей вдохновляет в 10 раз дешевле по расходу денег на километр пути. Но, понимаете, вот что касается экологии. Литиевая батарея производится. Я, насколько видел фотографии этих мест, где они производятся, это абсолютно отравленное пространство. И я так понимаю, что лития, в общем-то, может в какой-то момент времени просто не хватить на всех желающих. Ну, в какой-то момент и бензин кончится для всех желающих. Но литий раньше. Ну, тут зависит. Потому что все-таки технология энергосбережения, ну, в качестве использования аккумуляторов, делания батареи и так далее, они не стоят на месте. И сейчас очень активно развивается. Ну, даже мы по аккумуляторам своих мобильных телефонов это можем наблюдать, насколько сейчас увеличилась емкость при изменении технологии. Поэтому, ну, грубо говоря, кончится литий, начнется что-то еще. Другое дело то, что производство таких аккумуляторных батарей, оно действительно затратно. И ладно бы производство, но и утилизация таких батарей, она тоже сейчас достаточно вредна для окружающей среды. То есть это необходимы полигоны специальные, либо для захоронения, либо для переработки. К какой переработке тут вообще может идти речь, например, в нашей стране, если у нас только начинают строиться первые мусороперерабатывающие заводы. А литийовые батарейки мы просто выбрасываем в помойку. Да, литийовые батарейки по старой сложившейся традиции советского человека, как и все остальное, в принципе, мы выбрасываем без всякой сортировки в одно и то же мусорное ведро. Зачастую и батарейки, аккумуляторы, оптические приборы, железо, металл, бумагу, дерево, все абсолютно. А вообще с этими батарейками литиевыми, с ними можно хоть что-то потом сделать, ну, в смысле, переработать? Ну, разумеется, переработать, повторно использовать. То есть как раз-таки это вопрос, литий однажды кончится, он, в принципе, сам по себе отпадет или отложится на очень продолжительный период времени далеко в будущее. Потому что, да, мы там сдаем два аккумулятора, из него промышленность там получает полтора аккумулятора, уже будут готовы нормальные новые. Люди пишут нам на WhatsApp с плюс семь девять два пять сто один сто семь и ноль. WhatsApp, Telegram, можете писать. Вот в 43-й написал, считаю электромобиль с технической стороны надежнее и безопаснее. Ну, и не забывайте об атомных электростанциях. Действительно ли электромобиль надежнее и безопаснее? Наверное, человек имеет в виду возможность, вероятность пожара или как? Ну, скорее всего, да, имеется в виду вероятность пожара, но даже пожар, в принципе, и бензиновый двигатель. По пальцам, наверное, можно пересчитать за последние годы, когда автомобиль там самовозгорания. А литийовые батарейки тоже самовозгорались? Они могут самовозгораться, и замыкание проводки, в конце концов, на какую-нибудь мягкую обивку попадет искра. Поэтому я думаю, что это просто из-за того, что их очень мало, и нет пока набранной статистики, скажем так, по возгораниям таких автомобилей. Что касается их безопасности для окружающей среды, да, конкретно сам автомобиль дает меньше выбросов. Точнее, он их вообще не дает. Вообще не дает. Ну, там, кроме каких-то, может быть, смазочных материалов, там, стирания покрышек, это, соответственно, частички резины. Стирание колодок, это, опять же, там, частички металла. Но, тем не менее, понятное дело, что этот автомобиль в сотни раз дает меньше загрязнения окружающей среды. Но тут вопрос к его производству и производству электроэнергии, которой мы его заправляем. Александр Кукса у нас в гостях, технический директор независимой экологической экспертизы. Вот смотрите, почему все, вот с точки зрения экологии, зациклились на электромобилях? Действительно, электромобили – это просто способ перенести источник загрязнения с одного места в другое. Да. Ну, то есть, может быть, где-то уменьшить загрязнение, но ведь есть другие технологии. Есть водородные автомобили, например. Почему они не пользуются какой-то вот такой, как сказать, популярностью среди вот таких энтузиастов, которые испытывают автомобили на себе? И, допустим, почему никто не ездит на водороде? Почему ездят? Гигантский автомобильный строительный концерн Германии, например, производит свои автомобили, в том числе с водородными двигателями, достаточно давно. Вопрос в том, что, первое, это не популярно в России, и, соответственно, у нас это никак не освещается. Во-вторых, для того, чтобы водородные двигатели заправлять, то это, опять же, отдельная сеть заправок должна быть. Ну, то есть, так же, как газовые заправки. И плюс, опять же, все вот эти источники топлива, они, ну, альтернативные, но, мне кажется, как в виде полумеры такой. А почему? То есть, это откажемся от бензина, а вот, смотрите, у нас есть полный аналог бензина, там, газовые двигатели. А, не хотите газовые? Ну, есть водородные, но они выглядят точно так же, но только туда водород заправляется. Да, они дают меньше выброса, но на ту же добычу водорода надо разлагать воду электролизом. Опять же, нужно электричество. То есть, ну, это такие вот замены, как бы недомеры. То есть, будь там, не знаю, какие-нибудь двигатели, вот, хотя бы по отшумевшим назад в будущее, да, когда он там закинул мусор, там, ядерный реактор заработал. Да, это будет новый шаг, вот вообще большой такой шаг в далекое светлое будущее, если уже близко к летающим автомобилям. Ну, это если мы доживем, то это счастливый момент. Мне тут кажется, на самом деле, конечно, звучит как теория заговора, но, тем не менее, это какое-то вот прямо ощущается, а такая сильная невидимая рука там нефтедобывающих компаний, может быть, которым невыгодно разрабатывать двигатели, которые будут, или альтернативные виды топлива, которые не будут замешаны там на добыче нашей электроэнергии, то есть сжигание нефтепродуктов, на переработке этих нефтепродуктов. Это пока не выгодно, пока есть, ну, хоть какой-то достаток в нефтепродуктах, пока он есть, никто не будет разрабатывать что-то кардинально новое. Нам пишут на СМС-портал, плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь и ноль, шестьдеторой, как только все перейдут на электрические авто, то и километр пробега сделают тоже три пятьдесят. Это тоже может быть. Да, ну, то есть акцизы, так сказать, ненанесение вреда окружающей среде. Да, 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 то есть отдельные тарифы для зарядок электромобилей и так далее. Ну, то есть мы к этому еще, видимо, придем. То есть, ну, неужели, неужели девять десятых, ну, это, конечно, не так, но все-таки девять десятых составляют какие-то добавочная стоимость в литре бензина. Ну, это, конечно, надо выяснить. Но другой вопрос. Вот сейчас помимо электрических автомобилей люди замечают, что появляются такие гибридные автомобили, которые на самом деле электрические, но электричество там вырабатывается обычным бензиновым двигателем. Может быть, это какое-то будущее сейчас? Ну, это опять-таки вот из тех самых полумер или недомер, например, тот же Opel Ampere, который с 2009 года, в принципе, стоит на конвейере, продается в Германии. Там бензиновый двигатель работает как генератор на постоянных оборотах, то есть у него и срок эксплуатации в том числе продлевается. Он заряжает электро, ну, аккумулятор, от которого запитаны электродвигатели, и, соответственно, машина за счет этого, в общем-то, и движется. То есть привод только от электродвигателя, но, соответственно, там потребление получается около двух литров на сто километров тоже, в принципе, себестоимость одного километра резко уменьшается. Но, и понятное дело, и загрязнение окружающей среды находится, как говорится, где-то посерединке между бензиновыми, чисто бензиновыми и чистыми электродвигателями. То есть, по сути, это такой интересный вариант, когда дизель-генератор или бензиновый генератор... Да, поставить в кузов электромобиль. Да, и заряжать его постоянно. Да, да, да. Ну, потому что, вот я, например, сомневаюсь, что в Москве так уж будут пользоваться электромобили популярностью, ну, скажем так, у тех людей, которые, например, живут в высотках. Ты будешь удлинитель с балкона скидывать или... С 25-го этажа. С 25-го этажа тянусь зарядочку или просить соседа там с первого этажа выкинуть шнур зарядки на ночь поставить заряжаться. А как потом электричество делить расходы? Ну, потом, видимо, считаться как-то в конце месяца или там через главного в подъезде. Ну, ты тоже, понимаете. Я знаю, я знаю. Можно подключиться к лампочкам освещения. Ну, не надо вредные советы нашим слушателям. На самом деле, конечно, альтернатив много, но мне кажется, например, в тех же Соединенных Штатах, да, когда большая часть населения живет за городом, в таунхаусах, это выгодно, это удобно. Он в розетку в гараже воткнул, зарядил телефон, зарядил автомобиль и поехал на работу утром. Но у нас, ну, из пятиэтажки тоже как бы тянуть провода зарядки. Ну, то есть вы думаете, что ограничения в использовании электромобилей у нас в стране будут именно по причине вот такой неразвитости частной застройки, вот этой одноэтажной, двухэтажной? Люди, которые живут там за городом, да, в каких-то поселках, там, в эко-поселениях и так далее, конечно, им будет удобно и выгодно такие автомобили использовать. Люди, которые живут в центре города, ну, ставить на очередь на зарядку, там, на станцию электрозарядки, наверное, они не будут. Какие там очереди и пробки будут уж вокруг этих электростанций, тут вам отдельный разговор. Я бы свой бензиновый переделал на электро, пишет 13-й, ну, и, собственно, 10-й пишет, надо, чтобы час зарядки в электромобиле стоил как 30 литров бензина 95-го. Это Дарья написала, такая добрая Дарья, то есть, ну, вот, Александр, вот если подвести итог такой промежуточный, все-таки зачем, за какой технологией будущее в России? За чисто электрическое, то есть, когда батарея, электрический мотор. За вот такой гибридный, когда, допустим, дизель или бензогенератор используется для зарядки или для приведения в движение, там, электромотора. Или все-таки новые виды топлива, допустим, водород. Вот что выстрелит в ближайшем будущем? Я думаю, что это постепенно все-таки переход, потому что, ну, никто у нас, ну, революции, конечно, у нас любят, но на словах. То есть, это все постепенно должно делаться и плавно, и в том числе, в какой-то степени к этому должно подталкивать и правительство, и автопроизводители. Сначала, я думаю, что как раз-таки гибриды получат. Будет ли это как, там, Toyota Prius, что и бензиновый электродвигатель тащит машину, или как, там, Opel Ampere будет, когда бензиновый в качестве генератора. Потом постепенно с этих автомобилей по мере развития инфраструктуры, в том числе, там, зарядочных станций, будем постепенно переходить к электроавтомобилям. Если уже стоимость электричества будет повышаться, то, наверное, на водородные двигатели. С точки зрения, скажем так, вреда или пользы окружающей среде, по водородным двигателям тоже есть вопросы. Потому что, понятное дело, что при сжигании водорода выделяется вода, но вопрос в том, что такое количество водяного пара, наверное, в мегаполисе и стоящей пробке, оно тоже никому не надо. У нас был в гостях Александр Кукса, технический директор независимой экологической экспертизы.